В эфире Телезащитник, с вами Александр Карепин. Здравствуйте! В нашей программе мы совместно с экспертами ответим на ваши вопросы и поможем разобраться в самых сложных юридических ситуациях. Смотрите сегодня. Предпенсионный возраст. На какие льготы можно рассчитывать? Без права на ошибку. Можно ли бесплатно заменить испорченные документы? Работе время, оплате час. Что делать, если зарплаты нет уже год? Мокрые стены. Кто должен устранить проблему? Дорога дальняя. Как правильно оформить перевозку группы детей? Совсем недавно появилась такая категория граждан, как предпенсионеры. Они имеют свои льготы, о которых лучше узнать заранее, до того, как вы достигнете определенного возраста. Добрый день. Вот у меня следующий вопрос. Мне недавно исполнилось 50 лет. На пенсию через полгода, получается. На такие льготы я имею право уже сейчас. И еще я читала, что можно получить выплату с накопительной пенсии. Так ли это? Спасибо. Если у вас есть необходимый страховой северный стаж, то по достижении возраста 50 лет вы можете обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений. Если их сумма небольшая, то эти средства будут выплачены вам единовременно. В остальных случаях назначается накопительная пенсия. За выплатой средств пенсионных накоплений вам нужно обращаться в тот фонд, где они формировались. Пенсионный фонд Российской Федерации или Негосударственный пенсионный фонд. Что касается других льгот, то помимо налоговых льгот вы можете получить два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации. За этой льготой нужно обращаться к своему работодателю. Если вы не работаете, то вам может быть установлено повышенное пособие по безработице, а также вас могут направить на переобучение. За этой льготой нужно обратиться в Центр занятости населения. От ошибок, как известно, никто не застрахован, и все мы их периодически совершаем. Какие-то из них не влекут за собой никаких последствий, а какие-то могут сыграть с нами злую шутку. Например, незначительная опечатка в фамилии. У меня такая проблема. При регистрации права на квартиру специалистам была допущена опечатка в фамилии собственника. При этом оформление документа проводилось еще 4 года назад. Ошибку заметили только сейчас, и для замены документа требуют заплатить госпошлину. Законно ли это, и можно ли потребовать бесплатное проведение замены? Порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотрен статьей 61 Федерального закона 13 июля 2015 года номер 218 о государственной регистрации недвижимости. В вашем случае очевидно, что регистрирующим органам была допущена так называемая техническая ошибка, то есть опечатка, писка, грамматическая или арифметическая ошибка, которая привела к несоответствию тех сведений, которые содержатся в государственном реестре, той информации, на основании которой запись в реестр вносилась. Подобная ошибка регистрирующего органа исправляется государственным регистратором прав в течение трех рабочих дней, со дня обнаружения данной технической ошибки, либо со дня получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки, либо на основании соответствующего решения суда. Кроме того, частью второй статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если изменения, внесенные в документ, фактически произошли по ошибке регистрирующего органа, то государственная пошлина за выдачу нового документа в данном случае уплачиваться не должна. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Но порой, даже когда вы трудитесь и выполняете свои обязанности, недобросовестный работодатель может оставить ни с чем. Что и произошло с нашим телезрителем. В начале прошлого года житель Сыктывкара Владимир Попов искал работу. В интернете наткнулся на компанию, которой требовался электромонтажник. Мужчина связался с руководителем и предупредил, хоть в электрике и разбирается, но соответствующих документов не имеет. Его уверили, с этим проблем не будет и пообещали высокую зарплату. Проложить высоковольтные кабели нужно было в Тобольске, куда Владимир и отправился. Уже на месте ему были выданы удостоверения о праве заниматься электромонтажными работами. Хотя обучение он так и не прошел. Они хостел предоставили, а пропитание на свои деньги, то есть тоже в долги залезли, а он обещал, то есть суточные там все будут, полмесяца так пожил, потом уже вывели на площадку. Где-то полтора месяца я поработал, после чего он билеты купил, отправил нас домой, но денежных средств до сих пор вот нету. И на что он отвечает, то что мне не давали денег, я вам не могу ничего дать. Когда будет, я позвоню, уже почти год прошел, вот нету денег. Вчера вот тоже списывался с ним, он тоже сказал, что денег нету и все. И дальше переписку перестал читать, то есть как бы так вот начал скрываться. Такая ситуация произошла не только с Владимиром, но и с другими работниками компании. После подписания трудового договора бригадир забрал документы, якобы отсканировать, и обратно уже не вернул. Утверждает, отправил бумаги подрядчику, но они потерялись в дороге. Дозвониться до бригадира нам не удалось, а работодатель в телефонном разговоре заявил, никаких документов он не получал, и они должны быть на руках у сотрудников. А также рассказал, почему до сих пор не выплатил зарплату. По словам юриста Андрея Молодцова, если работник хочет получить невыплаченную ему заработную плату, но при этом у него нет на руках трудового договора, и нет записи в трудовой книжке, ему необходимо обратиться в суд, признать отношения, сложившиеся с работодателем, трудовыми, взыскать невыплаченную заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск. В том случае, если у работника не остался экземпляр трудового договора на руках, то в суде необходимо будет доказывать наличие трудовых правоотношений другими доказательствами. То есть это может быть фотодоказательство, видеодоказательство, свидетельские показания и так далее. В любом случае, по смыслу статей 16, статей 67 Трудового кодекса Российской Федерации, письменная форма трудового договора не является обязательной для подтверждения того, что отношения именно трудовые, поскольку трудовой договор сам по себе считается заключенным не с момента подписания его работникам и работодателям, а с того момента, когда работник был фактически допущен к осуществлению тех трудовых функций, для которых он, собственно говоря, и был нанят. Судебная практика по таким делам складывается в пользу работников, даже если компания находится в процедуре банкротства. Сотрудник может доказать, судя факт, наличие трудовых правоотношений именно с данным работодателем. С наступлением холодов жильцы могут заметить – стены в их доме мокрые. Казалось бы, откуда взяться влаги, если до этого все было нормально? Причины намокания необходимо обнаружить и устранить как можно быстрее. Здравствуйте. Дома вокруг вентиляции появилось мокрое пятно на стене. Никогда такого не было. Куда обращаться, чтобы устранить эту проблему? Из записанной вами ситуации следует, что, скорее всего, по дымовентиляционному каналу спускается конденсат. Для того, чтобы понять причину, почему мокнет стена, необходимо обратиться в управляющую компанию. По вашей заявке в течение суток они должны провести обследование и выявить причину. Если причиной является именно конденсат, они в течение суток должны будут все устранить. Если этого не происходит, обращаемся в Государственную жилищную инспекцию. По проверке Государственной жилищной инспекции за бездействие управляющей компанией будет наказан. Когда речь идет о перевозке детей, нужно выполнить немало требований. Понятно, что ради безопасности правила перевозки становятся все строже. Но большинство граждан зачастую не знает обо всех деталях. Вот какой вопрос к нам поступил. Добрый день. Планирую отвезти детей в Киров. 10 детей, 2 сопровождающих. Слышал, что нужно согласовывать такую поездку, только не зная с кем и как это сделать. Подскажите, пожалуйста. Уведомлять ГИБДД необходимо в обязательном порядке. Организованной перевозкой группы детей является перевозка не на маршрутном транспортном средстве. Группы детей от 8 человек и более. Далее. Уведомления необходимо направлять через официальный сайт госавтоинспекции в онлайн-сервисе «Перевозка детей», куда необходимо заполнить все разделы. И впоследствии у организатора поездки есть возможность отсмотреть статус поданного уведомления. Кроме того, есть такие ошибки, когда те, кто подают уведомления в госавтоинспекцию, не учитывают такой момент, что при поездке в автобусе с двумя выходами должно быть два сопровождающих. Ошибка является, что указывают одного сопровождающего. Либо не прикладывают список детей. Но есть и другие ошибки, поэтому нужно заполнить все разделы. С февраля повысились тарифы в системе «Платон». Теперь оплата проезда большегрузов по федеральным трассам составляет 2 рубля 20 копеек за километр. Это второе повышение тарифов в системе. Первое произошло в июле 2019 года. На сегодня это все. С вами был Александр Карипин. Присылайте вопросы и жалобы, а также не забывайте отправлять свои видеообращения. Так вы наглядно покажете проблему, и нашим экспертам будет гораздо легче ответить на ваш вопрос. Вся контактная информация на экранах. Если вы дозвонились на автоответчик, кроме вопроса, оставляйте номер своего телефона для связи. И помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону, а мы поможем. До встречи.